23 августа, 67 лет назад, сводный отряд 68-го стрелкового корпуса 57-й армии под командованием полковника Евгения Ермакова освободил оккупированные войсками нацистской Германии и королевской Румынии Бендеры. Отправной точкой, с которой 20 августа 1944 года и началась Яско-Кишиневская операция, стал Кисканский плацдарм. В результате трехдневной операции погибли около 3000 советских солдат и офицеров. Еще весной 2009 года прозвучало предложение о восстановлении памятного знака на высоте 150,0. Это предложение было горячо поддержано Советом ветеранов и в том числе и членом Президиума Совета ветеранов Николаем Васильевичем Кобыляцким, человеком-легендой, легендарным летчиком-штурмовиком Великой Отечественной войны, который непосредственно принимал участие в Яско-Кишиневской операции и в освобождении нашего города. В советские времена небольшую стеллу было видно проезжающим в направлении Каушан, но в 1992 году высоту 150 тоже оценили как стратегически важную. С тех пор суворовский курган без памятного знака. Знаем, что после войны был установлен памятный знак на этом святом месте, на котором была запечатлена память о погибших воинах-освободителях, которые похоронены на мемориале славы города Бендеры. К сожалению, в прошедшее время безжалостно отнеслось к этому памятнику. Восстановить историческую справедливость решили активисты Бендер и села Гыско. Представители общественного совета, администрации, союза ветеранов выехали на это святое место, установили знак высота 150, зажгли свечу и водрузили красный флаг победы. Это мероприятие должно, наверное, заставить органы власти вернуться к историческим датам, включить этот курган Суворова в комплекс мероприятий по освобождению города Бендера от немецких захватчиков. Владимир Казаченко отметил, что символичным и скорбным явился тот факт, что именно в канун годовщины освобождения Бендер ушел из жизни участник Яско-Кишиневской операции, летчик-штурмовик Николай Васильевич Кобыляцкий, на счету которого было 68 боевых вылетов, 14 из них во время Яско-Кишиневской операции. Общественный совет Бендер намерен предложить увековечить имя славного боевого летчика, назвав его именем одну из улиц города. Сегодня в Бендерах уже есть две улицы, носящие имена героев Яско-Кишиневской операции – Евгения Ермакова и Николая Курила. Подполковник Ермаков командовал сводным стрелковым отрядом, освобождавшим Бендеры. Николай Курила в боях за высоту 150 впервые на Молдавской земле повторил подвиг Александра Матросова. 21 августа он своим телом закрыл обзор из амбразуры немецкого дзота. Благодаря его подвигу Суворовская гора была взята. Яско-Кишиневская операция не случайно входит в число 10 сталинских ударов. Длилась она всего 9 августовских дней и в военных документах обозначена как Яско-Кишиневские канны. Ее целью был разгром крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождение Молдавии и вывод Румынии из войны.